Тоже запомнить можно. Три слова. Сеятель слово сеет. Вы это слово скажите кому-то, что сеют? Да, сеют. Все знают посевная. А что сеют? Будут называть все сельскохозяйственные культуры. И гречка, и чего только нет. А слово кто сеет? Вы думаете, вас поймут, о чем вы говорите? Слово? Ты о чем говоришь? А только одно сеять то надо, слово. А все, остальное это естественно. Даже падает, вот смотришь, прошлогодний подсолнечник нарастает, там упало где-то, прозимовало. А слово Божие необходимо сеять. И обязательно должен быть сеятель. Само оно не сеется. Вот сейчас прочитали апостольское чтение. Его читают сегодня во всех православных храмах мира. Нам, последним посланникам. Каким посланникам? Когда послана-то нету. Бог предназначил быть как бы приговоренными. За что? Понимаете, вопросы простые. Почему нормально люди живут? Почему этим посланникам-то нельзя нормально жить? Ну нормально живет патриарх, его охраняет милиция, президент с ним рядом, дарит иконы друг другу. Почему нормально не могли жить и посланник это? А они обречали царей, начальствующих. А сегодня слова не скажут. Ведь сегодня абсолютно антинародный режим. Разграбили государство. 70 лет работали бесплатно, и внезапно все отдали, все развезли. Все по заграницам. И все это официально пишут. При открытых шторах безумно пируют. Почему патриарх ничего не говорит? Почему митрополиты молчат? К губернаторам не идут. Ведь изменить там обстановку можно. Они бесноватые. Нормально-то человек так не делает, когда другому есть нечего. А тот, говорит, получает в три с половиной тысячи раз больше. Министр просвещения у нас получает больше учителя в три с половиной тысячи раз. Ну что, это разве нормально? Я вам говорил только один. Алюминиевый магнат каждый год получает прибыль 240 тонн золота. Когда нас тут человек золота не достанет, то вот почему апостол Павел говорит об этом. Нам, последним посланникам, Бог назначил так. Но он так думал. Мы знаем, они были еще не последние. И у вас тысячи наставников. Каких наставников? Ни одного нет. Сегодня-то сказали. Я родил вас. Да никто и не родил. Люди этого рождения не знают. Рождение свыше возможно только от Бога, от Духа Святого через Слово. Сеятель сеет семя. А как растет, мы не знаем. Встает, смотришь, зелень появилась, проклюнулась, дальше идет в колос. В первом послании Петра 1, 23-25. «Как возрожденные, не от тленного семени, но от нетленного, а от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как свет на траве. Засохла трава, и свет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек». А это есть то Слово, которое вам проповедано. Не просто Слово Библии на полочке стоит, а которое вам проповедано. Еще сегодня могут сказать священники, да это Слово Божие, которое проповедано, не забывай через запятую. Оно проповедано. Когда ты в последний раз проповедовал? И как проповедал? Слово Божие живо и действенно. До разделения души и духа, составов и мозгов. Оно по мозгам бьет. Оно по суставам бьет. Оживотворяет. Оно массаж делает человеку. Придумали лечить иглоукалу. Слово Божие это все есть. И уколы эти, и глубины, при том до самой глубины сердца достает. Вышел сеет, и сеет. Слово сеет. Сегодня будут уговорить на эту тему. Но сеяние никакого нет. Сеять надо, чтобы все сеяли. Не так, что один в деревне бы сеял, а другой не сеял. Вот как наступает весна, переполнены электрички. Все едут с котомками, покупают семена, сажают с надеждой на осень. Я встречал людей в звании. Он полковник. Помогал мне вести занятия в летном училище. Гляжусь, с тяпкой стоит. Я говорю, а что? Не хватает. Все работает. И сеешь, да. Работают все на земле. Земля несет нравственное начало, Столыпин говорил. Так вот, с человеком, когда работаешь, это почва, земля, куда ты бросаешь. В этом нравственное начало. Уча от другого я сам учусь. Смотря как человек тот не принимает или не понимает, я сам вспоминаю, где бы я был. А если услышал, почему так мало плода. Говорят любому-то, мы сами ведь учимся. Вот вам доказательства, если Господь позволит сегодня крещение. Наша сестра, она очень активная. И нашли ее не мы, а сам Господь через случайный разговор в магазине. Дальше она начала сама искать. Такая активная. И вот смотрите, ее выгоняет, она едет. Пришла, закупила все книги. Это три с половиной тысячи надо было отдать ей. Закупила, повезла, ее выгнали. Она с этой недели обратно вернулась. И опять ждет. Год прошел, она опять поехала. А если мы сидим на одном месте, у нас ничего не будет. Не надо думать, что для нас Бог ограничил тем, что мы находимся здесь. Мы тоже последние посланники. И нам тоже Бог верил. Но мало что тысячи наставников. Павел говорит, я родил вас. Когда кого ты родил? Сам себе ставь вопрос. Ну сказал патриарх, а я родил президента духовного. Вот бы здорово было. Он обратился бы, президент этот. А сегодня только вылавливают. А у президента немедленно жена, еврейка, Светлана. Как вы думаете? Да благо, если она еврейка состоит со свечкой. Истинная еврейка со свечкой стоять не будет. Она должна мимо храма пройти, плюнуть и сказать, чтоб ты провалился. Идольское капище. А она стоит, значит она крещеная. Надо только радоваться. Возвестить истину. Дать им понятие о Христе. Что мы верим в того Христа, который пришел по обетованию. Ну кто пошел рассказал? У меня доступа туда нету. А я вижу с ним рядом стоят священники, архиереи. А ведь никто не скажет, все зажались. Ты не цени свое положение. Пусть меня сегодня выгонят. Но я скажу, что должно. Заметь я вам креститель. Да что он царя? Не должно теперь иметь жену. Она незаконная. Смотри, какие красавицы израильтянки. Сколько красивых евреек есть. Бери любую. Нет у брата жену отнял. Не должно иметь пример дурной. И он говорил до тех пор, пока голову ему не отсекли. А сегодня церковь отмечает память усекновения главы пророка и претечи. Надо идти. Надо сеять семя всюду. В надежде на уготованное вам на небесах. О чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования. Которое пребывает у вас, как и во всем мире. И приносит плод. И возрастает, как и между вами. С того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине. И все, говорит, мы вам проповедовали. Вы слышали прежде в истинном благовествовании. А если бы не слышали, какой плод ты, Павел, ждал бы, если бы не посеяли? Дальше заросли бы все терновником. В огородах ничего не было. Поля бы пустовали. И как и во всем мире, приносит плод. Что слово? Ну православные не приучили к этому. И я вам говорил, как вот сейчас новая севта нео-пятидесятники. Бабушка только пришла и говорит, я верю в Бога, покаялась, я сразу даю задание, чтобы двенадцать человек привела сюда. А обратятся нет, ну приведи их сюда, к нам, на собрание. И она говорит, я восемь нашла, пока нет. Сегодня утром только встала рано, некогда им пойти к своим, мне надо еще четырех найти. Вот какое им задание. Быстро растущие, самые быстрорастущие общины. По десять тысяч человек. И снимки показывают, они приходят, сережки, ожерелья, кольца, все отдают, все абсолютно с себя жертвуют. Так они верят. Ну разве нам нечему поучиться здесь? Исайя 32, 20. Блаженную и сеющая при всех годах, и посылающая туда вола и осла. Надо всюду везде сеять. Вот наши волы и ослы сегодня поедут туда. Ну пусть через наших ослов Бог там свое дело сделает. Сегодня мало людей, завтра будет, может, больше. Мы попросили всех, кто был в прошлый раз, девять человек, чтобы они другим позвонили, сказали. Ну погода хорошая, все на огород бросились. И сказали. Но все равно кто-то придет. И мы его уже не можем оставить. Иногда мы ошибаемся у нас в университете. И вдруг говорят, университет будет закрыт, потому что праздник завтра. А мы пропустили это. Мы все равно обзвоним своих на одного человека на дежурство. Чтобы случайно кто-то с города придет, и мы его не оттолкнули. Сказали, у нас сегодня занятий нет. Он подает, а в другой раз он не придет. Что может, да, ему пригласи на следующий раз. Здесь особенно надо быть внимательным. Это младенец. Он только-только ищет еще. Лука 8, 11. Вот что значит в критче сесть. Семя есть Слово Божие. Не просто Слово, а Слово Божие. Слово Божие нельзя сеять, если его нет. Значит оно должно быть. Хорошо, когда у каждого есть Слово Божие. Вот маленький ребенок, а вы старайтесь, чтобы у него был свой новый завет. Чтобы он чистыми руками открывал, закладка была, никаких отпечаток не было. И продвигался вперед. Дома сам открывать Слово Божие. Если у вас нет, придите ко мне. Я вам подарю. И Евангелие, и Новый Завет. Нас обильно Бог благословил. Сделайте детям своим подарок. Я вам говорил. Один стих ты можешь научить. Давай вместе запиши один стих. Нашел хороший стих. Звучи на языке. Запомни. Глава такая, стих такой. Вмонтируйте в сознание детей близость Господа к ребенку. Что Бог любит. Чтобы с ним Бог заговорил. Он говорит. Да, я много читал родителей. Но потом сам как проснулся. Я понял, что это мне Бог говорит. А если бы он не слышал, он бы этих слов не сказал. И какую веру Бог дает. Ты увидишь, как ребенок начнет меняться. Марк 2.2. Тот сейчас собрались многие. Так что и у дверей не было места. И он говорил им слово. Мне Бог позволил это испытать. Когда я делал занятия в актовом зале. Там по 700 примерно человек. И негде было. И мы договаривались. То занятие приходит. Аудитория у нас не такая большая. У нас 100 человек. То наши, которые уже покаялись. Приняли крещение, чтобы в коридоры ходили. А сейчас у нас на третью часть пусто. А почему? Все в храм ходят. Всех отбили попы. Всех. Я говорил им. Встречаю их в городе. И ходила, ходила. А на Испанию сказал священник. Он сказал. Больше не ходи, иначе на причастие не допущу. Я говорю. А ты ходишь сейчас? Не в церковь, никуда не ходят. И попы ее не ищут. Разбойник. Волк. Плютый. Он сожрал ее. И она радуется. Это у меня доброе время было. Я ходила к вам. Священники отбили. Ни коммунисты. Нет. Ни кришновиты. Ни мусульмане. Попы. Сегодня самая большая опасность от священников. Это напасть какая-то на Россию. Да, видимо, на других. А что делать? Просить. И Бог что-то сделает. Я не знаю что. Страшно сказать. Но Бог будет принимать какие-то экстренные меры. Как в Израиле было. Собрал их всех и убил, как пророк Илья. Как было в 1937 году. Мгновенно. Приходили, арестовывали и тут же расстреливали. Даже до суда не доводили. Матфея 13, 19. Ко всякому, слушающему Слово Царствие и не принимающему, приходит лукавый и похищает. Это тайное. За нашими ушами, за нашими глазами, за нашей спиной делается. Мы не видим. Сидишь продремало, ничего не услышало. А сзади стоит лукавый и стучит копытами. Все отнял. Ты скажи, что я сегодня говорил. Выйдут из храма и не знаю, с плачущими плакать, с радующимися радостью. Ну далеко запомнить. И второе. Сеете, Слово сеет. А дальше говорится. Сеете, сеет Слово Божие. Чтобы Слово Божие заговорило с нами, сразу ставь себе. Когда ты услышал первый раз Слово Божие? Как ты к ним отнесся? Кто тебя убедил в этом, что Слово Божие? Как ты стал правильно понимать, кто истолковал тебе его? Вот у нас был Златоуст, Блаженная Фекрила. Теперь, а кому ты сказал Слово Божие? Переписывайтесь с сектантами, пишите, посылайте брошюры, материалы. Где нет материала, приди ко мне. Маленькие газеты. О крещении, о церкви, о покаянии, о Библии. У нас много материала. Ну приходите. Я вас зову. Сеете. Не будете сеятелями, ничего не вырастет. Каждому, кто трудится, будут посланы особые служители Божии. Они будут помогать, чтобы Слово Ваше было разбавлено верою Вашей, в первую очередь. А потом и те, кто слушает. Простое Слово. И ты ребенку говори, я тебе дал Слово Божие. Ты его читаешь. Посмотри, что здесь написано. Выбери время. Десять минут. Ну не такие же, это уже большие часы. Посиди маленько. Речь нам опять. Ты на каком месте считаешь? Где у тебя закладка? Да сделай себе запись. Движется у тебя или нет. Если ребенок не приучен к Слову Божию. Сегодня. То завтра может быть слишком поздно. Постарайтесь поспешить алтарь в душе ребенка восстановить. И покажи ему, что ты сеете. Возьми его за руку. Покажи, как семя бросалось. Возьми горсть пшеницы и брось. И скажи, вот так ты кому скажешь придешь в школу. Вот сейчас ходят с разъезда к вам. И мама одного все время приезжает и у садов там стоит. Я хожу на малину и ее встречаю. Что? Ну я вот поторопилась в брюках. Она в деревню не заезжает. А она ждет там своего сына. Как нравится ему. Он уже спрашивает с вечера, мама завтра в школу опять идти. Он с радостью. Вполне возможно, что его кто-то будет обижать. И я думаю, что может обижать их деревенские. Непрерывно в окна смотришь. Вчера, говорю, сегодня. А то не столомку поставил в простенок. Сдай назад три шага. Не за таким окаянным быть. Одно и то же каждый день говорю. Непрерывно в свою службу разворачиваться смотрят. Хулиганите. Сразу сказал, обращайтесь ко мне. Родителей не будут заводить. Возьму на себя эту обязанность. К нам приходит неверующие. И чтобы ребенок жаловался на верующих. Чем более постыдного ничего нельзя найти. Они приходят и другим разговаривают. Она говорит, а у селе Корчино, я слышал, там так школа, там где рутся и что. Здесь этого нет. Я с ней поговорил. Она с расположением эта душа. Если Господь позволит, она что-то будет даже иметь от нас. Поехали, пошли с батюшкой. Бежал, она опять там стоит. Я, говорит, торопилась опять показывать себе на брюхе. Она уже поняла. Я вам говорил, как заведующий клуба. Сказал, ну у нас принято. Я не сказал ей конкретно, у нас принято по-женски одеваться. Так я сейчас сделаю. Она мига побежала домой, побежала одета по церковному. Платье до полу. Это же Бог только делает. Слово растворенное верою. Вышел сеять и сеять. Мы сеем. И нельзя сказать, что все семя даст плод. Иное попадает в терловник, а иное на камни. Схватился, а потом нет. Мы ходили по городу много. Обратилась одна душа. Одна. Из тысячи одна. Да какой же это процент маленький? Но Слово Божие дало плод. Это активная душа. И она стала другим говорить. Она побежала в дома инвалидов везде. Нам Господь дает таких. А на занятия другой раз приходишь, смотришь совершенно случайные люди. То дымом от него пахнет. Начинаем работать. Говорим, как одеваться. Хотя бы на занятия к нам. Одни отходят, другие приходят. От нас это не зависит. И сеющие, поливающие, что упрекать этим не надо. Моя благодать была бы, я бы ей сейчас дал. Она от Господа. Я ее воспользуюсь. Благодать призывающая. Это сеяние. Благодать обращающая. Это чтобы семя проросло. А благодать освящающая, чтобы на нее постоянно лил дождь. И чтобы она возросла. И чтобы в жизни в ней была жизнь. Это здесь в церкви надо быть. Это ходить на исповедь, причащаться. В свое время. И есть опять о чем молиться. Превратим это в молитву. Господи, хочу быть сеятелем. Я хочу, чтобы эти девочки были сеятелями. Вложите в них слово. Повторяю. Я могу дать каждому вашему ребенку слово Божие. Придите ко мне. Бесплатно. Аминь. 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 Аминь.